Как спасаются от жары жители зоопарков, какой рекорд побил обычный учитель из Канады и как выжить, когда на градуснике стабильно плюс 47 по Цельсию. Обо всем этом прямо сейчас. На юге Португалии из-за аномальной высокой температуры горит большой участок леса. На борьбу с огнем бросили более 200 единиц техники и 12 самолетов. На данный момент спецслужбы начинают подготовку к эвакуации жителей из опасной зоны. О пострадавших пока не сообщается. Метеорологи считают, аномальная жара связана с изменением климата из-за глобального потепления и не исключают, что температура 47 градусов продержится всю ближайшую неделю. Школьный учитель из штата Огайо установил мировой рекорд, проплыв на самодельной лодке через северную часть Атлантического океана. 37-летний Брайс Карлсон начал свое одиночное плавание из канадского города Сент-Джонс и через 38 дней завершил путешествие в порту Святой Марии на острове Силе у берегов юго-западной Англии. Рекордсмен рассказывает, каждый день он сидел на веслах по 12 часов. В США прошли необычные соревнования по серфингу с участием собак. Животным выдали специальные миниатюрные доски и спасательные жилеты. Принять участие в ежегодном турнире мог любой желающий со своим любимцем. Организаторы рассказывают, подобное мероприятие устраивают уже третий год подряд, а все вырученные деньги перечисляют к питомникам для животных. Смотрители китайского зоопарка придумали, как помочь животным пережить аномальную жару. Для них замораживают лед и готовят мороженое со специальными добавками. Директор зоопарка говорит, не все звери могут пережить такие экстремальные условия, поэтому каждый день для питомцев заготавливают ледяные кубики и фрукты. Кроме этого, в некоторых вольерах установили мини-водопады. Новый мировой рекорд установили жители Индонезии. В рамках летних азиатских игр на главной улице Джакарты 65 тысяч человек одновременно станцевали ритуальный танец «Пока-пока», что в переводе означает «танец тысячи рук». Таким образом, местные жители познакомили гостей со своими традициями. Азиатские игры или «Азиада» стартуют 18 августа. В них примут участие более 11 тысяч спортсменов из 45 стран.